Чем больше ненавидишь предмет или явление, тем больше имеешь это в реальности. Не так ли с паразитами? Они питаются нашей ненавистью, и ненавистью питаются. И не только ненависть им не очень помогает, но тем не менее, когда человек входит в такое состояние саморазрушения, он становится открытой системой, и это раз с него скачивает даже не энергетику ненависти, а все остальное тоже, жизненную силу. Что основная сила паразитов, от чего они скачивают, сексуальная энергетика. Они специально развращают людей, чтобы вот именно отпустить человека на уровень скоттского поведения, чтобы у человека ничего человеческого не осталось в этих отношениях. Понимаете, да, что именно? И вот когда всеми фильмами, пропагандой, развращением молодежи, чего они добиваются? Чтобы действительно люди скатываются на уровень хуже скотин. Потому что когда, извините, просыпаются и думают, а как тебя зовут? А как тебя зовут? То, извините, это уже вот тот вариант, туши свет, бросай гранату. Потому что вот энергетик, вот порнография, вот смотрите, сколько порнографий заполнен интернет, да? И не только интернет. Ну, почему-то их не закрывают. Ну, там частично закрывают, но сотни тысяч сайтов продолжают действовать. Почему? Потому что выгодно. Потому что многие люди не понимают, что даже рассматривая картинки, которые там выставили, эти картинки обработаны определенным образом. Когда человек на них смотрит, он, естественно, входит в определенное состояние, какое вы понимаете, да? И через это с него идет этот качий потенциал. И очень мощный. Просто многие технологии используют давным-давно. Людям говорят, что не может быть, потому что не может быть никогда. А кто говорит это, на всю катушку этим пользуется. Это так проще манипулировать и управлять. Вот и все. Поэтому любые отрицательные эмоции – это ключ для того, чтобы ваша индивидуальная защитная оболочка открылась. Для того, чтобы вы стали источником откачки жизненной силы, которая потом направит против вас, превращает вас в рабов. К сожалению, то же самое и в церквях происходит, когда выходит резонанс при молитвах и так далее, и так далее. Просто многие люди не понимают сути этих явлений. Но, извините, понимают, не понимают – для законов природы это не важно. Они действуют вне зависимости, понимаем или не понимаем. Или как уголовный код говорит – незнание закона не освобождает ответственность перед водом. Правильно? Это законы, придуманные человеком, которые могут быть правильные или неправильные. Но законы природы, они не придуманы, они реально есть. И поэтому, когда кто-то понимает эти законы, применять их против отрицательных, тоже возможно. То нужно понимать их, чтобы противостоять. Поэтому очень многие вещи человеку именно навязывают, заставляют его превращаться в скотину, хотя таковой он не является. А вот стать для человека скотиной или нет, зависит от конкретного человека. Потому что я, например, не считаю, что не должно быть никаких отношений между людьми, в том числе и интимных. Наоборот, но это должно быть отношения. А не просто скотство. Вы понимаете, что я могу, да? Когда есть любовь, когда люди любят друг друга, и когда это, в первую очередь, на уровне духовности, вы не на духовности, что-то вовремя слова, но другого трудно подобрать. Когда есть единство, как говорится, единение на уровне сознания, на уровне единства понимания, представления и так далее, когда человек гармоничен другим человеком, это должно быть в первую очередь. И когда это есть, когда есть еще и соединение на уровне физического тела, это прекрасно. А то, что навязывают людям, молодежь своему сегодня, извините, это скотство. Поэтому есть любовь, а есть секс. Это две разные вещи. Поэтому многие вещи получаются, что человек легко спровоцировать. Помните интермедиум? Спинным мозгом чувствовал баландымка. Помните, да? Старший богин помнит, да? Вот когда человек спинным мозгом чувствует, что баландымка, тут дело тяжелое. Он должен чувствовать не спинным мозгом, а не другим органом, вот здесь располагающимся. И не баландымка, а именно тот человек единственным, мы повторим, который ты любишь. Или тебя любят. Конечно, не всегда получается, но это не значит, что нужно перепробовать тысячи вариантов, пока не найдешь тот свой. Да не найдется. Потому что, когда так ищут, ничего никогда никто не найдет. И практика покажет, что это так и есть. Не моя практика, а те, кто ищет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!